Сегодня в сервисе Genial попробуем сделать викторину. Кто здесь лишний или что здесь лишнее. Еще один вид викторины. Создадим пустой проект. Сделаем фон. В принципе можно любой сделать. Нужен заголовок. Значит выберем текст. Что здесь лишнее. Если вот так растягивать, то можно вместить в одну строчку. Вот направляющие показывает, что я поставила правильно. Еще мне нравится с тенью. Я ее добавлю. Теперь нам нужно добавить картинки. Потому что у нас будет тест с картинками. И сразу добавлю еще одну страничку. Она у нас будет пустая. Потому что я буду делать только одну страницу. А уж там каждый может придумать, что у нас будет еще. Так, у меня будет устройство ввода перечисленное. И только одно из них будет вывод. Задание по информатике. Картинки. Вот у нас есть кнопочка для добавления картинок. Вот я тут все выделяю. Посмотрю еще, нет ли там чего-то лишнего. Так, вот он написал мне, что он мне все добавил. Так, здесь у нас что? Дальше мышка – это устройство ввода. Микрофон – устройство ввода. Дальше джойстик устройства ввода. Что у меня еще есть? Сейчас посмотрю. Сканер устройства ввода. И у нас есть чум-монитор. Это спорный вопрос, потому что есть у нас сенсорные мониторы. Ну, в общем, в принципе, его можно заменить на что-то другое. Например, проектор. Ну, или там, не знаю. Можно сюда добавить графический планшет. Ну, в общем, это дело вкуса. Ну, и вот здесь у нас есть все раз, два, три, четыре неправильных верников. Они все являются устройствами ввода информации. А вот это является устройством ввода. Значит, он здесь лишний, вот этот монитор. И если мы его выбираем, то мы будем переходить на следующую страницу. Как это сделать? Значит, у нас GoToPage. Вот следующая страница. Остальные у нас ответ неправильный дают. Поэтому мы сюда загрузим картинку с неправильным ответом. Ну, точнее, не с неправильным ответом, а то, что выражающее, что ответ неправильный. Вот здесь есть картинка. Сюда можно перетащить, либо кликнув загрузить. У меня есть картиночка подходящая. Ну, и то же самое нужно сделать для всех остальных. Кроме того, я хочу настроить анимацию. В принципе, она будет у всех элементов одинаковая. Поэтому я вот нажимаю на кнопочку Shift и не отпускаю, щелкаю по всем предметам. И вот здесь выбираю анимацию. Она у нас будет... Пусть Zoom будет для всех одинаковая. А для заголовка она будет, например, вот такая. Ну, и посмотрим, что получилось. Тут нужно сохранить, например, векторина. Что здесь лишнее? Ну, сначала правильный ответ. И вот у нас следующий слайд. А теперь посмотрим, если я буду выбирать что-то другое. Неправильно. Не загрузилась картинка, видимо. Неправильно. Неправильно. Ну, вот таким образом можно сделать еще один вид векторины. Надеюсь, было понятно. На этом спасибо. Стоп.